Добрый день, коллеги! Меня зовут Рутилья, я тренер Microsoft в Центре компьютерного обучения специалист, один из авторов и основателей ресурса ATBEN.RU, ну и действующий MVP по направлению Directory Services. Я приветствую всех в рамках проекта TechDays на уже традиционной седьмой записи, посвященной ответам на часто задаваемые вопросы по продукту Microsoft Exchange Server 2010. В рамках седьмой части я отвечу на несколько часто встречаемых вопросов по лицензированию, по различиям между версиями Microsoft Exchange Server, ну и не только об этом. Ну что ж, давайте с вами приступим и поговорим для начала о том, каким образом лицензируется Exchange Server 2010. Первое, что хотелось бы вам сказать, все, что касается вопросов лицензирования, здесь авторитетов нет. То есть при планировании лицензирования, при лицензировании слушать дядю с улицы до знакомого друга или даже сотрудника Microsoft из телефонной поддержки просто-напросто нельзя. Это все серьезно и здесь нужно ориентироваться только на документы. Так вот, если мы говорим о системах корпоративного лицензирования, то основным документом для вас является Product User Rights, или так называемый PUR, который выложен на сайте Microsoft. Я не стал вставлять достаточно длинную ссылку в слайд, но если вы наберете Microsoft Product User Rights, то сразу попадете на сайт вендора, где его можно скачать. Что такое Product User Rights? Это документ, практически там в 100 или даже чуть больше страниц, в котором перечислены правила корпоративного лицензирования всех основных продуктов Microsoft. PUR выпускается несколько раз в год, точнее, у него идет обновление раз в три месяца. Следовательно, вас интересует самая последняя версия PUR, если вы планируете лицензировать тот или иной продукт. Ну, то есть на текущий момент PUR у нас идет апрельский. То есть качаете на том языке, который вас интересует, в данном случае нас интересует русский, и смотрите, как лицензируется Exchange. Но все же Exchange Server на текущий момент лицензируется по схеме сервер плюс клиентская лицензия, то есть лицензия на сервер плюс дополнительная лицензия CAL, или Client Access License. Вы покупаете лицензию на сервер, при этом сразу возникает вопрос. Exchange у нас имеет пять ролей. Hub Transport, Mailbox, Client Access, Unified Edge. Первое, что спрашивают слушатели, если я ставлю несколько ролей на один сервер, сколько серверных лицензий мне нужно? Если вы ставите один сервер и, соответственно, выбираете несколько ролей, вам нужна одна серверная лицензия. То есть вы должны понимать, что сколько у вас инсталляций Exchange будет, столько из серверных лицензий вы обязаны приобрести. То есть, допустим, отдельно там сервер с тремя ролями, второй сервер с тремя ролями, это уже две серверных лицензии. И, к примеру, вы ставите Edge. Edge точно так же требует серверную лицензию. То есть, по сути, если вы в Shell выполняете GetExchange Server, получаете список серверов, плюс количество Edge, это как раз и будет необходимое количество серверных лицензий. То, что касается клиентской лицензии. На каждого пользователя, который будет использовать ваш Exchange, должна быть приобретена клиентская лицензия. Не важно, что у вас при этом 50 Exchange серверов. И пользователь то с одним работает, то с другим. Допустим, его база перемещается. На каждого пользователя по одной клиентской лицензии. Тут следует отметить, что также существует так называемый External Connector. Но External Connector – это своеобразная индульгенция на покупку клиентских лицензий. Когда вы, допустим, толком-то и не можете посчитать, либо количество клиентских лицензий очень и очень большое. То есть, купили External Connector и все, клиентские лицензии не нужны. Но здесь есть куча условий. В таком случае сотрудники, которые будут подключаться в рамках External Connector, они не должны быть сотрудниками вашей организации. Плюс вы не должны с них брать деньги. Поэтому просто так купить External Connector и забыть про клиентские лицензии в большинстве ситуаций нельзя. То есть, еще раз, сколько серверов Exchange проинсталлировали, вне зависимости от того, какие комбинации ролей на серверах стоят. Столько и серверных лицензий. Плюс на каждого человека, который работает с Exchange, обязательно клиентская лицензия. Как только слушатели узнают о том, что лицензируется по схеме Server плюс Client Access License, сразу звучит второй вопрос. У нас существует два вида Exchange сервера – Standard и Enterprise. Какой нам покупать и какие между ними отличия? То есть, здесь абсолютно верно. Когда вы покупаете Exchange сервер, вы можете купить серверную лицензию типа Standard или серверную лицензию типа Enterprise. Здесь нужно понимать, что единственное отличие между Standard и Enterprise в 10-й версии Exchange – это количество баз данных, которые могут быть одновременно смонтированы на сервере. Причем базы данных почтовых ящиков. То есть, если вы купили Standard, значит, на конкретном сервере можно будет одновременно работать с пятью базами данных почтовых ящиков. Если вы купили Enterprise, то до 100 одновременно работающих баз данных. Иногда в документации пишут ограничения на количество создаваемых баз данных. Ничего подобного. Создать баз данных вы можете столько, сколько захотите. А вот смонтировать – запустить одновременно. Только пять в стандарте и сто в Enterprise. Опять же, у народа есть, скажем так, в голове информация о том, что Standard – это без кластеризации, Enterprise – это с кластеризацией. То есть, если мы строим кластера, то нам обязательно иметь Enterprise. Ничего подобного. В 10-й версии Exchange кластеризация осуществляется как стандартной версией Exchange сервера, так, соответственно, и в версии Enterprise. Как вы видите по этой таблице, отличий нет. Поэтому для Mailbox серверов обычно покупают Enterprise, потому что пять баз данных все-таки это маловато. Особенно для крупных организаций. А для всех остальных – Edge, Hub, Transport, Client Access – можно смело брать стандарт. Тем более, дистрибутив, который вы используете для установки Exchange сервера, он одинаковый. И то, какая у вас будет версия Standard или Enterprise, всецело зависит от того, какой ключ вы введете. Установили Exchange – ввели ключ Standard, значит, стандартная лицензия. Ввели ключ Enterprise – значит, получили лицензию Enterprise. Едем дальше. Самое смешное, что клиентские лицензии также делятся на две категории. На клиентские лицензии Standard и клиентские лицензии Enterprise. А вот здесь, слушайте внимательно, на каждого пользователя, у которого будет почтовый ящик, обязательно покупать клиентскую лицензию Standard. Абсолютно не важно, какого типа у вас серверная лицензия Standard или Enterprise. Абсолютно не важно. На любого клиента гарантированно должна быть одна клиентская лицензия Standard. То есть человек может работать с почтой, с WebAccess, через ActiveSync подключаться. На политике использовать сохранение, введение журнала. Возникает вопрос, а для чего тогда нужна клиентская лицензия Enterprise? Клиентская лицензия Enterprise дает возможность использовать расширенный функционал. Например, вы захотели онлайн-архив или личный архив. Это клиентская лицензия Enterprise. Например, вы захотели Mailbox Search. Это клиентская лицензия Enterprise. Захотели интегрироваться с ADRMS, тоже Enterprise. То есть наличие клиентской лицензии Enterprise дает возможность использовать абсолютно весь функционал Exchange Server для конечного пользователя, для клиента. При этом отметьте себе в голове, что клиентская лицензия Enterprise докупается дополнительно к стандартной. То есть нельзя купить только лицензию Enterprise и на этом успокоиться. Вы пользователю покупаете либо стандартную лицензию, либо стандартную, плюс интерпрайзовскую. Третьего не дано. Список сравнений, что конкретно входит в Enterprise, есть всегда на сайте Microsoft. Здесь я выдрал вот такую небольшую табличку. Опять же, вы должны понимать, что клиентские лицензии – это бумага. Exchange никоим образом не контролирует, кто там подключился с таким функционалом, кто подключился с другим. И как только количество чего-то превышено, он не будет принимать никаких мер. Единственное, что делает Exchange Server, он фиксирует. У вас 300 почтовых ящиков, значит, вам необходимо 300 стандартных лицензий. У вас используется, к примеру, 50 онлайн-архивов. Следовательно, вам необходимо дополнительно 50 Enterprise клиентских лицензий. Это на нем можно посмотреть. То есть сколько реально нужно, он вам посчитает. Но никак не контролирует, что там куплено у вас и кто подключился. То есть еще раз, клиентские лицензии – это просто бумага, которая нужна на случай, если к вам придет проверяющая система. Окей. Двигаемся далее. Каким образом можно посмотреть версии Exchange Server 2010, присутствующие в вашей организации? На самом деле способов несколько, но один из наиболее удобных, я считаю, это воспользоваться Exchange Management Shell. Если вы возьмете команд-лет GetExchangeServer, то этот команд-лет выведет вам информацию о серверах Exchange, проинсталлированных в вашей организации и в вашем лесу Active Directory. Если вы при этом воспользуетесь формат-тейблом, то легко выведите на экран информацию о серверных ролях и, самое главное, редакциях. То есть, если посмотрите, например, то увидите, что на текущий момент в моей организации есть три сервера. Два с ролями Mailbox, Client Access и Hub Transport и третий сервер 1x3, Mailbox и Hub Transport. И все три сервера работают в режиме Enterprise. То есть при желании на них можно создать до 100 и, скажем так, смонтировать до 100 баз данных. Если у вас уже установлены сервера, можно ли каким-то образом поменять редакцию? Это момент интересный. Начнем с того, что изменение редакции сервера осуществляется путем изменения ключа. При этом изменять ключ и повышать редакцию сервера вы всегда можете. А вот понижать, к сожалению, нет. То есть, смотрите, если вы имеете сервер стандарт, то заходите смело в Shell, говорите Set Exchange Server Identity, указываете имя сервера и вводите продуктовый ключ интерпрайза. Он вам говорит, что сервер уже залицензирован, но, соответственно, новый ключ был добавлен. После этого вы перезапускаете Information Store и службу, и у вас Enterprise. Это как раз вот второй пример в Shell, когда ворнинге желтым говорят о том, что сервер уже лицензирован, но после перезапуска он станет Enterprise. А вот верхний пример не удался. Мне красным выдает ошибку, что сервер уже лицензирован. Эту ошибку вы получите в том случае, если у вас Enterprise, а вы пытаетесь понизить его до стандарта. То есть, в таком случае он говорит, что сервер лицензирован, иди лесом. А если у вас стандарта, вы меняете на интерпрайзовский ключ, тогда получаете вот такой желтый ворнинг, перезапускаете службу Information Store и радуетесь Enterprise версии. Я здесь специально замазал ключи, чтобы, собственно говоря, в народ не ушли. Но вы должны понимать, что ключ нужно вот так вот блоками вводить. Что делать тем людям, у которых Enterprise, а им нужно сделать стандарт? Единственное, что я вам могу посоветовать, это переустановка сервера и уже активация его стандартным ключом. Закончим с лицензированием. Я надеюсь, понятно все подробности, как опять же в Пуре. Следующий вопрос, который мы с вами сегодня разберем. Сколько серверов нужно для обеспечения высокой доступности организации Exchange? Что подразумевается под высокой доступностью? Под высокой доступностью подразумевается, что вы выключаете или у вас падает сервер с какой-нибудь ролью, либо у вас падает база данных, но при этом ваши пользователи продолжают работать. Возможно, какой-то перебой в работе, но он измеряется в десятках секунд, и поэтому все хорошо. Значит, смотрите, у нас есть несколько ролей. Mailbox, Client Access и Hub Transport. Основные три роли. Так вот, высокая доступность осуществляется по каждой роли отдельно. Но в любом случае, если вы хотите, чтобы все было красиво, то схема такая. Вы добавляете еще один Exchange Server с таким же функционалом и настраиваете кластеризацию. То есть, минимальная схема, на которой можно построить решение высокой доступности, в Exchange Server состоит из двух серверов. То есть, на каждом из Exchange Server у вас установлен Mailbox-компонент, то есть база данных. На каждом из серверов у вас установлен Hub Transport. На каждом из серверов у вас установлен Client Access. Как это все будет работать? Базы данных, а точнее Mailbox-сервера, вы объедините в группу высокой доступности. И, допустим, на одном сервере будет активная реплика, а базы данных на другом сервере – пассивная реплика. То есть, в случае падения любого из серверов, ваши пользователи продолжат работать. Hub Transport. Здесь все просто. При наличии двух Hub Transport серверов, пока есть хотя бы один, ваши пользователи будут прекрасно отправлять почту наружу. О внешней почте, скажем так, о балансировке внешней почты позаботятся MX-записи, которых вы сделаете две с одинаковым удельным весом. То есть, исходящая высокая доступность Hub Transport обеспечивается встроенными средствами, входящая доступность обеспечивается MX-записями, дублирующими. И тут возникает вопрос серверов клиентского доступа. У нас будет два сервера клиентского доступа, и клиенту, в принципе, все равно, через какой он будет подключаться к своей базе данных. Возникает резонный вопрос. Что-то должно выступать в качестве балансировщика. То есть, у вас есть общее имя, клиент подключается по этому общему имени, и его должно балансировать. Так вот, использовать Windows Network Load Balancing мы не можем, потому что на этих серверах DAC-компонентам уже используется фича Fileover Cluster. А одновременное нахождение на сервере фичи Fileover Cluster и Windows Network Load Balancing, в принципе, невозможно. Поэтому балансировка должна делаться либо средствами DNS, что, в принципе, совсем не Enterprise, либо средствами аппаратного балансировщика. Но в таком случае аппаратный балансировщик также становится точкой отказа. То есть, аппаратных балансировщиков уже нужно два. То есть, по первой схеме вывод такой. Два сервера с полным набором ролей, группа высокой доступности из мейлбоксов, хаб-транспортами, там ничего делать не нужно. Да, только два МХ прописать. А вот балансировка серверов клиентского доступа должна делаться аппаратными средствами. Тоже, кстати, денег стоит. Но зато два сервера Exchange. Второй сценарий. Схема с четырьмя серверами. Схема с четырьмя серверами используется, когда у вас нет аппаратных балансировщиков. Что можно сделать в таком случае? Мы берем два мейлбокс-сервера, объединяем их в группу высокой доступности, да, с компонентом, вот как раз фичей файловер-кластер, и обеспечиваем высокую доступность базы данных. Далее. Еще два сервера. На этих двух серверах установлен компонент ClientAccess и, соответственно, хаб-транспорт. И поскольку у нас сервер клиентского доступа не совмещен с мейлбоксом, в таком случае вы можете смело использовать компонент Windows Network Load Balancing и выполнять балансировку средствами возможностей операционной системы Windows. То есть получается, что снаружи две MX-записи смотрят на ваши хабы, которые с кассами совмещены, средствами Windows MLB вы клиентские подключения балансируете, и на двух мейлбокс-серверах идет репликация баз данных. Падение любого касса-хаба не проблема. Падение любого мейлбокса, опять же, не проблема. Фактически вы можете пережить падение двух экчейндж-серверов, только если они не одной роли. То есть вы можете потерять касс с хабом совмещенный и можете потерять отдельно мейлбокс-сервер. И все это будет продолжать работать. Вот такая вот схема. И схема с шестью серверами. Схема с шестью серверами используется, если вы также хотите задействовать Edge-сервер. То есть осуществлять фильтрацию спама и вирусов не на хаб-транспорт-серверах, а на Edge-серверах. В таком случае в вашей схеме появляются два Эджа. Оба Эджа вы подписываете на ваш сайт Active Directory. Снаружи делаете две MX-записи, каждая из которых смотрит на свой Эдж. Следовательно, входящая почта падает и на первый Эдж, и на второй. Когда почта попала на Эдж, то при доставке почты внутрь организации, она доставляется либо на первый хаб, либо на второй. И, соответственно, в случае, если какой-то из хабов вышел из строя, вся почта идет на оставшийся. То есть в таком случае вы можете смело терять любой из Эджей, пользователи не заметят проблемы, и любой из хабов и кассов. Когда идет отправка почты изнутри организации, и хаб-транспорт видит, что на его сайте Active Directory привязаны два Эджа, он выполняет отправку с использованием балансирования. Первый Эдж, второй Эдж, первый Эдж, второй Эдж. Если один из Эджей недоступен, вся почта идет на оставшийся. Во всем остальном схема не меняется. То есть внизу схемы стоят два Mailbox сервера, работающие в группе высокой доступности. По центру стоят два хаба, совмещенные с ролями Client Access, ну и, соответственно, вверху два Эджа. То есть получается схема из шести серверов. Здесь не обязательно использовать аппаратные балансировщики, и вы можете выдержать падение трех серверов, но только не одинаковых ролей. Можно терять и Эдж, и Касс, и Mailbox. Полностью отказоустойчивая схема в конкретном сайте Active Directory. Надеюсь, после данного объяснения у вас не останется вопросов, сколько нужно серверов для обеспечения высокой доступности Exchange Server. Итак, коллеги, всех приглашаю в Центр компьютерного обучения специалист на курсы по направлению Microsoft Exchange Server 2010. На текущий момент линейка курсов представлена двумя пятидневными курсами 10.135, настройка, мониторинг и решение проблем. Exchange Server, кстати, кластера как раз настраиваются на этом курсе. И курс 10.233 тоже пятидневный курс проектирования и развертывания почтовых решений. Там, кстати, как раз и рассматриваются возможные схемы лицензирования. Приходите. Exchange Server продукт достаточно интересный и популярный в народе и бизнесом востребованный. Приходите ко мне на курсы. Буду рад повышить вашу квалификацию. Ну и, собственно говоря, познакомить вас с данным продуктом от Microsoft. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok